Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Украина и Молдова намерены создать новые транзитные пути, а также усилить сотрудничество во всех сферах. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве в понедельник, 27 июня. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше ни Украине, ни Молдове, никому в Европе. На этой основе мы должны усиливать наше сотрудничество по всем направлениям. Гуманитарная сфера, экономика, энергетика, приграничная политика и безопасность, сказал он. Зеленский считает, что Украина и Молдова имеют однокоренные угрозы, созданные Россией. Если у угроз одни корни, то совместными должны быть и наши ответы, сказал он. Он напомнил, что обе страны получили статус кандидата в наступление в Евросоюз. Я уверен, что благодаря успеху европейской интеграции наши страны станут еще ближе. Обязательно будем обмениваться опытом на пути до полноправного вступления в ЕС, отметил Зеленский. Президент сообщил также о договоренности с Санду о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала обеих стран. Договорились о создании новых транзитных путей, расширении нашего экспортного потенциала. Будем делать это в частности и путем улучшения пересечения границы между нашими государствами, заявил Зеленский. Кроме того, он затронул тему угрозы со стороны непризнанного Приднестровья. «Мы сегодня поднимали вопрос о рисках. Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятны. Но это люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удара пощечина. И мы на пощечину ответим ударом», — заявил Зеленский. При этом он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый канал, странички на Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.